Был сильный, сильнейший толчок, удар. Везде начались стоны, крики, посыпались стекла. В ночь с 3 на 4 июня 1989 года на границе Челябинской области и Башкирии произошел взрыв, мощность которого оказалась лишь на четверть слабее взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Эпицентр находился рядом с железной дорогой, по которой в этот момент проходили два встречных поезда. Ударной волной повредила дома в населенных пухтах в радиусе 15 километров. От поездов оторвало 11 вагонов. Они превратились в груду искореженного металла. Остальные обгорели снаружи и полностью выгорели внутри. Все там кругом обгоревшие, вагоны обгоревшие. По разным данным в катастрофе погибли до 800 человек. Треть из них дети. Выжившие получили ожоги, увечья, физические и психологические травмы. Многие из тех, кто остался жив, будут завидовать тем, кто умер. По сей день эта железнодорожная катастрофа крупнейшая в истории СССР и России. Но почему она произошла? Виной всему преступная халатность, неудачное стечение обстоятельств? Или же по дуфой производили испытания нового вида оружия? Почему виновные в трагедии не понесли никакого наказания? Сейчас все расскажем. А чтобы увидеть еще больше контента, подписывайтесь на нас в ВК. Ссылку вы найдете в описании. Теория всего. Третьего июня 1989 года на вокзале Челябинска собралась группа подростков. Выпускники местной школы номер 107 и члены молодежной хоккейной команды «Трактор». Вместе с провожающими их родителями ребята ждали поезд до Адлера. Они ехали по договору работать на юг, собирать черешню, то есть спортивный трудовой лагерь. Состав номер 211 «Новосибирск-Адлер», в котором должны были путешествовать ребята, состоял из 18 вагонов. Каждый из них был под завязку набит пассажирами, семьями уральцев и сибиряков, которые спешили в отпуск на Черное море. Из-за этого диспетчеры на вокзале долго не могли решить, куда прицепить еще два вагона с детьми. По правилам их должны были разместить в начале состава. Но по какой-то причине челябинские школьники поехали на юг в хвосте. Перецепка вагонов сильно задержала 211-й. Он нагнал расписание только к вечеру. Но в какой-то момент у одного из маленьких пассажиров поднялась температура. Начальник поезда запросил вынужденную остановку в районе Аши. Там состав простоял дольше положенного, пока больного ребенка осматривал местный фельдшер. В это время по той же дороге, только в обратном направлении, следовал поезд-близнец номер 212 «Адлер-Новосибирск». Он состоял из 17 вагонов и тоже задерживался. Сначала пропускал состав с военным грузом, а потом ждал, пока починят вагон, сломавшийся в пути. Операторы железной дороги пытались сократить отставание 212-го. Ради этого был остановлен товарный состав, двигавшийся впереди. Он пропустил пассажирский поезд и отправился следом. Так на перегоне Ашау-Утеляк в тот вечер оказались два состава, которые вообще не должны были встретиться в этом месте. В них находилось более 1300 человек – пассажиров и работников поездных бригад. Большая часть из них спала, когда машинист 212-го заметил впереди странное облако. Четвертый пикет, там просека прорубленная, как бы для пропуска воды, и через нее, видим, перетекает, приплывает непонятного цвета субстанция. Газом очень сильно запахло. Через считанные минуты оба поезда на высокой скорости въехали в область загадочной дымки. В этот момент раздался мощнейший взрыв. Был сильный, сильнейший толчок, удар. Везде начались стоны, крики, посыпались стекла. Я чувствовала, как у меня полилась какая-то вода с лица, может, это кровь была. Я вышла, ничего не поняла. Все кругом горело. И смотрю, люди выпрыгивают через окно. И у меня тоже это... Руки были обожжены, но я инстинктом сразу через окно выпрыгнула. Потом увидела женщину, женщина кричит, возьмите детей. Я, значит, одного словила, потом второго. Конечно, рукам больно было, я старалась как-то локтями. Позже специалисты установили, что сила взрыва была эквивалентна по мощности сброшенной на Хиросиму атомной бомбе. Отголоски события были зафиксированы сейсмостанциями по всей стране. Взрыв в один миг разрушил 37 вагонов и оба электровоза. От ударной волны в соседних деревнях в радиусе 15 километров лопнули стекла, а столб пламени можно было увидеть за сотни километров. Территорию площадью около 250 гектаров охватил гигантский пожар. Вот такой огненный столб, как наш дом. Огненный. Сотни людей были буквально испепелены на месте. На выживших горела одежда. Плавились золотые украшения. Мне было страшно, больно, сильная боль. Очень было холодно. Уже на тот момент облезла кожа, мясо. Мама вся липкая была. Уже с нее все эти куски плавили, все капало на меня. Все ее температура. Вагоны были красные, раскаленные. Вот красные рельсы, я помню, и красные вагоны. Вагоны, в которых ехали челябинские школьники, сбросило в кювет. В них погибли все, кроме пассажиров последнего купе. Огненный ад. Первыми на месте катастрофы появились местные жители. На личном транспорте они начали вывозить пострадавших в Ашу. Затем помощь пришла по железной дороге. К спасательной операции подключился машинист грузового поезда, который шел следом за 212-м. Подошел к окну, и мы увидели там солдат обгоревшие, вся одежда обгоревшая, руки обгоревшие. Они сказали, что вот так и так произошел взрыв, мы с поезда. Вы, если можете, езжайте туда, потому что там дети, говорят, очень много пострадавших. Наш поезд закрепили сзади, мы отцепились, и поехали резервом на электровозе туда. Столяров с помощником сделали несколько рейсов на электровозе до Аши. Они сами грузили раненых на прицепленную к локомотиву платформу и передавали их в руки спасателей. Мне поразило то, что практически все дети, ни один ребенок не плакал. Хотя все были обгоревшие сильно, всем было больно, но плакать никто не плакал. К третьему часу ночи к месту крушения начали прибывать машины скорой помощи. Но для перевозки раненых их было недостаточно. Многим помощь пришлось оказывать на месте. К тому моменту, контуженные взрывом, раненые, обгоревшие пассажиры разбрелись по лесу в разные стороны, спасаясь от огня. Они выходили в самых разных местах. Почти у всех были тяжелейшие травмы и ожоги. Я видела, оглядываясь по сторонам, что у кого-то глаз висит, там вот видела на коже прям. У кого-то уже руки нет, но он живой. Он еще не понимал, что он живой, но у него руки нет. В местных больницах для пострадавших освободили целое отделение. Но к утру в них не осталось ни одного свободного места. Раненых стали вертолетами отправлять в ожоговые центры Свердловска, Куйбышево, Казани, Москвы, Ленинграда и Уфы. Во всех этих городах жители, узнавшие о случившемся из новостных сводок, выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших. Общаясь с медиками, когда я искал свою семью, мне один из медиков сказал, многие из тех, кто остался жив, будут завидовать тем, кто погиб. Потому как они надышались не просто газом, они дышали огнем. В это же время на месте трагедии начался сбор и опись останков погибших. Республиканский комитет КПСС организовал временную площадку для опознания трупов на запасных путях местного мясокомбината. Туда подогнали вагоны-рефрижераторы, в которые складывали все, что осталось от людей. Я видел одно тело. Девочка, ну, 13-14 лет. Грудки вот сформировавшиеся. Я говорю, откройте мне голову, пожалуйста. Открыли, а там... А там... Это... Ну, не толще сковородки. Голова была в лепешку. Нижние цупки. Вроде бы мои. А так же, как повернутые. Ну, головы не было. Все тела были обезображены. Но генетическая экспертиза тогда еще не проводилась. Опознавать родных приходилось по фотографиям, вещам и документам. Когда вот на опознание вещей нас возили, некоторые вот чемоданы, какие-то вот упаковки абсолютно целые. Они даже некоторые не запачканные были. А людей нет. Самое страшное, когда детские вещи лежат. Какая-нибудь пинетка, колготочки. Все это очень страшно было. Тем не менее, сотни родственников пассажиров 211 и 212 поездов так и не смогли найти своих близких. Ни среди живых, ни среди мертвых. Нас привезли на место трагедии. Ну, мы там собирались танки. В прямом смысле слова. Лежали пятны вот эти серые. И вот родственники все собирали. Вот каждый думал, что это вот брак своего близкого ребенка. Советское руководство было вынуждено обратиться к иностранным коллегам за помощью. В результате США и Великобритания передали в СССР аппаратуру для лечения ожоговых больных. Япония поделилась медикаментами. Кроме того, в Уфу и Челябинск из-за границы прилетели десятки опытных врачей. Они помогали советским медикам выхаживать самых тяжелых пациентов. В результате Ашинской катастрофы, по данным МЧС, погибли или скончались от полученных травм от 575 до 780 человек. Такой разброс в данных объясняется тем, что в то время билеты на детей младше пяти лет не выписывались. Кроме того, в поезде могли ехать зайцы, которых проводники пускали за взятку. Это была довольно частая практика для того времени. Газовая ловушка Расследование причин трагедии началось тем же утром. В Уфу спецрейсом прилетели генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Горбачев заявил, что борьбу с безответственностью и беспечностью нужно вести всем миром. Спросить по-крепко, просить по-настоящему. Мы не можем так проходить мимо таких вещей. Тем более, что болтаряются такие, болтаряются. На выяснение причин катастрофы ушел год. В итоге следователи установили, взрыв произошел из-за утечки газа. Она, в свою очередь, стала результатом цепочки выпиющих нарушений во время строительства и эксплуатации трубопровода. Он был проложен в этих краях в 1984 году. Изначально трубопровод предназначался для транспортировки нефти. Но незадолго до ввода в эксплуатацию нефть была заменена на сжиженную газобензиновую смесь. По правилам, такое перепрофилирование требовало замены труб. Но советские чиновники решили, что нет смысла тратить на это деньги. Также в целях экономии начальство решило не устанавливать на участке автоматизированную систему для обнаружения утечек газа. Вместо нее первое время использовались обходчики и вертолеты. Затем и они были упразднены. Через какое-то время всплыла еще одна проблема. На одном из участков труба проходила менее чем в километре от населенного пункта. Это было запрещено техникой безопасности. Газовикам пришлось делать обвод. Следствие установило, что земляные работы проводились с привлечением экскаваторов. Один из них в процессе повредил трубу. Правда, тогда этого никто не заметил, так как рабочие не стали проводить проверку участка. А начальство подписало акт приемки работ не глядя. Вскоре из трубы на поверхность стал просачиваться газ. Его запах чувствовали и машинисты проходящих поездов, и местные жители. Но тревогу никто бить не стал. Машинисты предупреждали о наличии газа на этом месте, на этой точке. Предупреждали диспетчеров. Но диспетчера движения не остановили. А почему? Потому что не было такой инструкции им. При наличии запаха на данном участке, на любом участке, остановили движение до полного выяснения и устранения. Как ехали поезда, так они и ехали. Знали о происходящем и операторы трубопровода. Вечером 3 июня они получили сообщение с Минебаевского газоперерабатывающего завода о резком падении давления в трубопроводе и снижении скорости поступления смеси. Но вместо того, чтобы разобраться в причинах происходящего, операторы увеличили давление. Из-за этого разрыв стал еще больше, как и количество газа, выходящего из него. Весь вечер смесь утекала из трубопровода и оседала в низине, неподалеку от железнодорожных путей. Для ее воспламенения достаточно было небольшой искры. Очень скоро, в момент прохождения по участку двух поездов, эта искра возникла. От колес поезда или брошенного окурка установить не удалось. Следствие по делу длилось несколько лет. На скамью подсадимых посадили 6 человек. Ну, думаем, сейчас встретимся с этими ребятами. Мы их на ленточке порвем. Не порвали. А потому что по их лицам видно было, что это стрелочники. Это не те люди, которые должны сидеть на этой скамье подсудимых. Реальные сроки получили только двое обвиняемых. Начальник строительного управления треста нефтепровод «Монтаж» и начальник линейной инженерно-технологической службы Альметьевского управления магистральных продуктопроводов имени Баевского газоперерабатывающего завода. Их осудили на два года общего режима по статье «Халатность». Правда, в конце 1997 года оба были помилованы президентом Башкортостана. Остальные фигуранты также остались на свободе. Они попали под амнистию в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Встречался я с одним из следователей, говорит, дошли до уровня управляющего трестом. И сказали, все, управляющий трестом – это не ваш контингент. Этим будут заниматься другими. В определении суда это четко было написано. Не все, не все виновные-то привлечены. Для многих из тех, кто выжил в Ашинской трагедии, дальнейшая жизнь превратилась в ад. Люди потеряли детей и близких родственников и часто становились объектами травли. Кто-то думал, что я какая-то заразная, у меня там такая кожа. Обзывались очень сильно. И Баба-Эго, и Терминатором, и Фредди Крюгером. Горелая сковородка. Вплоть до физического насилия. Из-за этого многим пришлось неоднократно менять школы и вузы, увольняться с работы. Трубопровод после катастрофы закрыли и демонтировали. Низину, где образовалось газовое озеро, засыпали. А в 90-х на месте трагедии был установлен памятник. У его подножия лежат несколько маршрутных досок с вагонов поезда 212 «Адлер-Новосибирск». Рядом расположен колумбарий, в котором хранятся 327 безымянных урн. Раз в год в начале лета к монументу на поезде памяти приезжают родственники погибших пассажиров. Да, мы поддерживаем связь. Нам так легче, наверное, и те, кто пострадал, легче. В основном приезжают те, у кого там дети погибли. Для удобства родных на этом участке дороги был открыт остановочный пункт 1710-й километр. Почему важно помнить? Да чтоб не повторялось это. Человеческий фактор, нечеловеческий фактор. Плохо, когда все это дело проходит неестественным путем. Плохо, когда уходят из жизни молодые совершенно, здоровые люди, которым, ну, как говорится, жить да жить. А вы знали о железнодорожной катастрофе под Уфой? Как, по-вашему, можно было избежать трагедии? И кто должен был понести заслуженное наказание за случившееся? Пишите свои ответы в комменты. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Ставьте лайки и подписывайтесь на теорию всего. Впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok